Приветствую вас! Вы знаете, прежде чем говорить что-либо о вашем сновидении, мне бы хотелось отметить, что необходимо с чего-то начать. Ну просто, просто что необходимо с чего-то начать. То есть, я имею ввиду, что необходимо с чего-то начать, в том плане, что в каком ключе, в каком ключе именно, рассматривать ваше сновидение. То есть, вот вы спрашиваете, вот вы рассказываете свой сон, да? Который вам приснился. Вот. Вы о нём рассказываете, что вы хотите, чтобы мы сделали с ним. То есть, у вас возникли, там, чувства какие-то, да? У вас возникли эмоции какие-то, да? Вот, ну, от этого сновидения. Вам было неприятно. Вам было, там, допустим, грустно. Вам было страшно. Вот. То есть, что вы хотите, чтобы мы сделали с вашим сновидением? Что привело вас сюда? Ну, для чего вам знать, к чему этот сон приснился вам? Вот. Это, пожалуй, первое. Первое и самое главное. Значит, второй момент, который я считаю своим долгом вам открыть. что сновидение не анализируется в отличённом. То есть, чтобы это не было просто интерпретацией психолога, необходимо на ассоциативном уровне рассмотреть всё то, что с вами произошло. То есть, каждый элемент сновидения, каждый элемент сна, нужно проработать на предмет ассоциации, на предмет ассоциативных цепочек, на предмет того, что это для вас значит. Например, того, с чем связан тот или иной объект, значит, сновидение. Мне кажется, что это очень и очень важно, потому что позволяет избежать проблемных историй, проблемных ситуаций, ненужных. ненужных интерпретаций, ну вот, и так далее. Вот. То есть, это момент, ещё раз повторюсь, очень и очень важный. Дальше, необходимо собрать сведения о вашей жизни, как минимум, за две недели. То есть, чтобы вы рассказали нам, что происходило с вами за прошедшие перед тем, как вам произнесся сон, две недели. Вот. Это важно, потому что, вполне возможно, именно там, в этих двух неделях, и скроется ответ на ваш вопрос, который вы пытаетесь найти. Да? То есть, ну, именно там есть ответ, именно там закрыт ответ. Вот. 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 Это нужно, опять же, понимать. Возможно, какие-то события повлияли на то, что вам представился именно, ну вот, именно с такой сон. Ну, в таком случае, именно эти события и стали его причиной, и, соответственно, изменив отношение к ним, да, к этим событиям, вы сможете раскрыть значение своего наведения, то есть, что пытается вам сказать ваше подсознание. Вот. Теперь, дальше. Для того, что можно увидеть, значит, в вашем дне, это то, что вы хотите быть счастливой. Вот. И, ну, если анализировать то, что с вами происходит, вас нет, вы хотите, вы стремитесь, стремитесь, значит, к счастью. Вот. Вот. Ну, у вас, этот, возникает бабушка, вот, которая вас сбивает с этого пути, с пути счастья. Вот. И, которая высказывает вам скрытие пожеланий смерти. То есть, вполне возможно, что здесь вы отыгрываете одну из ролей своих, когда вы стремитесь к счастью, когда вы хотите счастья, но не можете, не можете его достичь, потому что звучит голос бабушки, которая говорит вам, что, ну, что ты должна умереть, например. Вот. И это вас сбивает, это лишает вас уверенности, и из-за этого вы не можете, не можете, например, строить хорошее, адекватное отношение, где вы, например, обрели бы счастье и так далее. Вот. 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 Может быть, стация ещё более глубокая, и парень, это аватар вашего отца, вот, к близости, с которой вы стремитесь, вот. Ну, это, конечно, очень такой, знаете, дикий психанализ, вот, не любитель я его, вот. Э, именно, дикого психанализа, потому что, ну, это грубая, это очень эсэтично, вот. Эм, трудоемкая, к тому же, и очень зачастую неблагодатная, вот. То есть тут нужно проанализировать то, как у вас складываются отношения с мужчинами. Вот, насколько всё гладко складывается с ними, если всё гладко действительно, то этот сон в таком случае вообще не прав, да, и к вам он отношения не имеет, то есть какие-то события, может быть, произошли в вашей жизни, что вызвали такие ощущения, да, вот, но как к таковой вам сновидение отношения не имеет. Если же проблемы с мужчинами имеют место быть у вас, то в таком случае я полагаю, что в обязательном порядке необходимо проводить более детальный анализ, потому что очень может быть, что все неудачи ваши, которые имеют место быть в вашей жизни, которые происстегают от дисфернационного, может быть, посыла бабушки, вот, которая по появленной причине дала нам понять, что желает вам смерти. Ну, или не бабочки, а просто какой-то старой страшной женщины с женщиной, которая вас ассоциирует в первую очередь с бабочкой. Вот. А может быть вся семья у вас относилась к вам поскольку поскольку, и это навело вас на мысль о том, что вы вот как-то достойны смерти, вот, или что-то типа, что-то типа, ну, что-то типа того. Вот. То есть данный аспект, он тоже может быть. Вот. Ну, еще раз повторю, моментов и нюансов здесь может быть очень много, вот, гадать мне бы не хотелось. Важно то, насколько вы сейчас именно удовлетворены, важно то, насколько вы, насколько у вас сейчас все хорошо. Вот это, пожалуй, то, что, ну, то, что действительно важно. Вот. То есть если все хорошо, да, то и перечипать не о чем. А если есть моменты, которые не устраивают, не удовлетворяют, то, соответственно, все это ниточка к ним, к этим моментам и, соответственно, нужно будет с этим поработать и, значит, подкорректировать вас и ваше поведение, да? Вот. Может быть, вы верующий человек, и в таком случае, если вы верующий человек, да, то для вас тема смерти и, может быть, может быть, даже сакральное значение имеет, имеет для вас система смерти. Вот. Вот, если бабушка умерла, то вы можете себя обвинять в этом, считать себя виноватой и, 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 соответственно, и, соответственно, воспринимать посыл бабушке, да, как, ну, как то такое, что она желает вам смерти, хотя на самом деле ничего такого нет. Вот. Но еще раз хотел бы повторить, что чувство, которое вызвал у вас сон, вот именно чувство ваше, является самым главным моментом. Именно чувство. От того, какие чувства у вас, то есть чувство, сами по себе, чувство, да, здесь аспект вообще ключевой. Чувство – это ключевой аспект в данной ситуации, вот. Чувство – это отравной пункт данной ситуации. В целом. Вообще. Вот. Потому что во сне, во сне вы можете решить только те чувства, которые уже испытывали, либо те чувства, которые являются для вас желанными, вот. И, соответственно, анализ будет отталкиваться именно, именно от этого. То есть, именно от того, какие чувства вы испытывали в своем теле. И когда, как вы помните, да, вы его испытывали, ну, вот. Такую, такую палитру чувств. Вот. На это я ориентируюсь. Смотрите, в принципе, даже сами сами проанализировать, что с вами происходило. Вот. То есть, ну, какие вы испытывали чувства, как, когда. Вот. И, соответственно, это даст вам такую же подсказку насчет того, к чему этот сон, к чему этот сон, который вам приснился. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.